Объезд объектов капитального строительства глава округа начал с улицы Маяковского. Здесь ведутся работы по переходу домов сжиженного газа в баллонах на электропищеприготовление. К сожалению, ситуация здесь обстоит не самым лучшим образом. К концу года сети подведены только к трём из десяти домов. Подрядчик, который приехал в Новоурайск из другого города, не справился с поставленной задачей и договор с ним будет расторгнут. Уже задержка идёт больше месяца. Держка 29 октября у них срок кончения контракта. Два месяца. То есть включаем три дома и расторгаем контракт. Следующая строительная площадка, которую посетил Александр Баранов, это два дома, которые появятся на месте бараков по улице Садовой. Здесь активно ведутся работы по возведению фундаментов строений и стен подвала. Их выполняет приглашённая из Екатеринбурга бригада строителей-монолитчиков. Отметим, дома возводятся с небольшим отставанием от сроков. Чтобы наверстать упущенное, строительство продолжится после небольшого перерыва уже в первых числах января. Вы планируете до конца года выйти из земли? До конца года на 80% стены поднять. Подвала? Подвала. Стены подвала. Да, и где-то число 15. Сколько человек работает здесь? 15 человек. Вы работаете в одну смену, в две? Работаем в одну смену с 8 часов до 8 вечера без выходных. По 12 часов без выходных? Без выходных. Новогодние праздники? Выходим с 5-го числа? С 5-го числа работать. А далее глава округа посетил череду строящихся спортивных объектов, первым из которых стал административно-бытовой корпус и трибуны у стадиона детско-юношеской школы номер 2. Несмотря на то, что работа на этом объекте ведётся также с отставанием отмеченных сроков, на стройплощадку уже завезли часть будущих стен здания, а для трибун устанавливают сваи, которые станут опорой будущей конструкции. Грунт интересный, полтора метра плотного очень грунта идёт, дальше идёт более мягкий грунт. То есть сваи рассчитаны были проектом, то есть мы же проект, помните, переделывали. То есть сваи все разные, и толщина сваи, и длина, и диаметр. На ещё одном будущем спортивном объекте, конькобежном павильоне, строители уже возводят стены. Работа здесь планируется закончить летом 2018 года, но уже сейчас видно, как будет выглядеть строение. У нас непосредственно кладки 8 каменщиков задействовано, постоянно работает кран ежедневно, то есть столы. Ну, мы видим, что мы дальнюю стену за температурный шов уже ушли, туда вот к гаражу подходим. То есть сейчас мы выкладываем колонны и не выкладываем пока вот эту стену. Завершающим этапом объезда стала проверка хода строительства объектов в сельской территории. В селе Тарасково были проинспектированы два дома по улице Совхозной, в которых уже ведутся работы по внутренней отделке. Новые дома расположились рядом с теми, которые планируется расселить. В старых бараках нет ни канализации, ни водоснабжения. Их жители очень ждут переезда. Вы здесь давно живете? 38 лет. Я переехал 38 лет, а Рапов уже, говорит, он 54-го года этот дом. Он уже весь гнилой, видите, что делается? Холодно в квартирах зимой? Ой, холодно. Переезда уже ждете? Да, ждем. Уже мне сетра сказала, небель новые, а эту небель все тут оставлю. Планируем, что дома будут готовы к заселению в первый квартал, 18-й год. Продолжается работа и по строительству пристроек в сельской школе. Здесь также уже возводятся стены, и строители постепенно готовятся к присоединению объекта к основному зданию. По итогам объезда руководитель муниципалитета подвел итоги строительного года. В этом году мы развернули достаточно много объектов строительства. Сегодня мы видим, что практически все объекты вышли из земли, и уже работы ведутся в первые этажи. Уже видно контуры будущих зданий, и летом будущего года будем вводить, к осени будущего года будем вводить эти объекты в эксплуатацию. В этом году в нашем городе появились башенные краны, которых в Новоуральске не наблюдали уже многие годы. Это говорит о том, что город строится, а значит идет по пути развития. И будущий год принесет городу еще ряд новых строений. Виктор Малышев, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Итоги. Продолжение следует...